От носочков и шапочек до кукол и мишек. Гродненка Светлана Менько может связать что угодно. Но особое внимание уделяет вязание игрушек, животных, героев мультфильмов, овощей, пирожных и кукол для пальчикового театра. Игрушки это очень такой занимательный, интересный процесс. На вязание игрушки нужно не просто связать детали, но и красиво и качественно их пришить, оформить игрушку, создать образ своего творения, нужно вложить в нее душу. Светлана увлеклась вязанием в детстве, научила бабушка, потом на какое-то время забросила. После рождения ребенка снова взялась за спицы, по книгам освоила вязание крючком. С опытом пришло желание не просто делать по схемам, но и придумывать новые модели. На вязание я уделяю все свое свободное время. Вяжу не только днем, но и ночью, а в теплое время года беру вязание с собой на улицу, на прогулку с ребенком. Вязание для меня доставляет огромнейшее удовольствие. Не могу жить ни днем, ни ночью без клубочков и крючков. Сложности случаются. Ошибки в количестве петель или неправильно подобранная пряжа. В создании любой игрушки есть свои нюансы. Иногда наполовину связанное изделие приходится распускать, чтобы добиться нужного результата. Совершенно разные нитки, совершенно разные получаются изделия. Также все зависит от техники, как правильно держишь крючок. От силы натяжения нити тоже очень многое зависит. Если вязать плотно, изделие получается плотное, практически не видно никаких дырочек. А если рыхло, соответственно, изделия получаются более эластичными и все просвечивается. Светлана вдохновляется работами из интернета, но не копирует чужих изделий. Говорит, что создать две совершенно одинаковые игрушки невозможно. Это творческий процесс. Каждая моя вещь, она оригинальная. Я стараюсь придумать что-то новое, вкладывать свое. Изменять немножечко технику, схемы. Полностью воплощаюсь со своей идеей. Вязанные игрушки ручной работы безопасны для детей. Пряжа – полухлопок. Получается мягкая ребристая поверхность, которая создает эффект массажа. Внутри – гипоаллергенный холофайбер. Даже после стирки игрушки не теряют форму. Глазки пластиковые, на безопасном креплении. Качество вязаных кукол первой проверяет дочь Светланы. По ее заказу, по ее желанию, она хотела, чтобы кукла была похожа на рапунца, с длинными желкими волосами. Ну и получилась она такой вот анадомически правильной формы. У нее ручки сгибаются, есть пальчики. И вот такой вот похожий платье, как у куклы из мультика. А сын предпочитает у меня играть с кубиками. У нас их получилось два. Этот я ему связала на день рождения на два годика. Он у нас полностью многофункциональный, обучающий, развивает мелкую моторику, свето-восприятие, сенсорику и многие другие процессы. Вязание требует много терпения, внимания, усидчивости. Такое монотонное занятие подойдет не каждому человеку. Если же вы решили всерьез этим заняться, нужно правильно подобрать первую модель для практики. Начинать нужно с более простых вещей, простых узоров, потому что если браться сразу за сложное, нет гарантии, что получится связать с первого раза, так как хочется, чтобы идеально все сидело, все получилось. Потому что если будет неудачный опыт, это может отразиться на дальнейшем вязании, и у человека просто пропадет желание что-либо дальше вязать. Поэтому нужно начинать с простого. Вместе со Светланой мы попробовали связать осьминога для пальчикового театра. Сначала сделали кольцо амигуруми и провязали в него 6 воздушных петель. Вот сейчас у нас уже первая петля, затем мы провязываем вторую. Теперь вот в первую петлю мы провязываем 2 петли. Одна, две. Так, вышло у нас 6 прибавок, в итоге получается 12 петель. Это улиточка получается. Как улиточка, да, вяжется. Теперь мы делаем, привязываем просто одну петлю и опять делаем прибавку. Из одной петли мы провязываем две. А за счет того, что мы вяжем каждой петле по две, она немножечко заворачивается, придает форму. Теперь мы привязываем еще одна воздушная петля. И теперь следующую петельку мы соединяем соединительным столбиком. Ниточку мы обрезаем. Итак, наша осьминожка готова. Такую игрушку может связать каждая мама своему ребенку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok